Валерий Дмитриевич, а 21 число почему? Мне приводили несколько версий, одна из них связана с осенним равноденствием, там она с 21 по 23 сентября, другая связывала это с днем Дмитрия Донского, но я просто не залез в календарь, я не стал проверять, так это или нет. Но я думаю, что какая-то символичность в этом была, я склонен полагать, что она была, он вообще сейчас очень чувствителен еще раз к символам, к знакам, к мистике, чрезвычайно чувствителен. Ну, когда дело идет не так, как вы хотели, да, это характерно, кстати, для подавляющего большинства людей, не только для российского президента, вы начинаете искать для себя спасения, объяснения, вы рациональны, вы начинаете надеяться на иррациональные, в общем, исторических примеров там очень много, Путин не исключение. Параллельным курсом, собственно, началась неделя с того, что Патрушев отправился в Китай, и как-то к финалу недели пришли разные слухи, кривотолки о том, что Китай шатает, и что-то зашаталось кресло под Си, ходят там разные, ну, собственно, когда это начали проверять, то, в принципе, в Китае все спокойно, но есть какое-то вот информационно-психологическое воздействие, это 100%, это связанные вещи? Нет, это не связанные вещи, это совершенно точно не активность России, потому что Патрушев ехал туда не для того, чтобы просить военной помощи, военно-экономической, он знает, что Россия не получит, об этом несколько раз ясно говорилось, он ехал договариваться о том, чтобы Китай поддержал процесс транзита, транзита в пользу Патрушевской группировки и персонально сына. Кстати, раз уж мы заговорили, не исключено, что первый шаг, уже ощутимый к транзиту, будет сделан в начале октября. Речь идет, пока не очень понятно о масштабах, но говорят, что об отставке ряда министров, включая главу Центробанка Набиулина, они подали в отставку, но говорят, что речь может пойти о полной отставке кабинета. Это совершенно точно то, что обсуждается. Что будет сделано конкретно, мы не знаем. Но я перед беседой с вами получил сообщение от одного из своих милых знакомцев, который, что называется, в штабе или в логове зверя. На ваше усмотрите, как хотите. Он мне просто написал, октябрь. Да. Ну, учитывая наши с ним предшествующие обмена репликами, да, то есть мы контекстуально очень хорошо понимаем друг друга, там не надо даже много говорить просто и объяснять. Писал октябрь. Вот говорят, что в начале октября. До дня рождения. Говорят. Да, до дня рождения. До седьмого октября. Ну, послушайте, понимаете, тут есть одна вещь, характерная для Путина. Как только ему становится известно, что утечки заполнили информационное пространство, он боится, что им пытаются манипулировать, это решение откладывает, переносит, видоизменяет, исходите из этого. Путин очень боится быть манипулируемым. И поэтому некоторые, очень изощренные люди, запускают, я знаю, это заметно, некоторые, я бы сказал, информационные волны для того, чтобы избежать некоторых решений. Или наоборот, способствовать тем решениям, которые им были бы нужны. Вот избежать таким образом можно. Да, это очень интересно, тем более даже где-то сенсационно, что начало октября, вот мы увидим наконец-то наяву, что-то можем понять, что есть какие-то первые шаги. Мы можем увидеть, да, Александр, давайте точнее можем увидеть, что вот говорить со стопроцентной уверенностью здесь ни в коем случае нельзя. Я могу ручаться за то, что это обсуждается. И это обсуждается уже настолько плотно, что, ну, в общем, чиновникам среднего уровня, находящихся именно в штабах, да, это известно. Скажите, это контролируемая история или форс-мажоры и непредвиденные обстоятельства могут случиться? Это то, что должно было произойти, это связано со здоровьем президента в первую очередь, еще раз подчеркнув, в первую очередь именно с его здоровьем связано и уже потом со всем остальным. Его горизонт, в общем, он приближается. В данном случае горизонт это невоображаемая линия, которая отдаляется по мере приближения. Нет, наоборот, его горизонт личный приближается. И он это знает. И это знает его окружение. Поэтому и поездка по Трушу в Китае, переговоры насчет транзита, и поэтому эти пробные шары закатывались и в сторону американцев. Но американцы как раз после успешного украинского контрнаступления перестали вести консультации в одностороннем порядке, скажем, вести больше не будем. То есть они ожидают, я бы сказал, больше военной, видим больше военной определенности, больше политической определенности в действиях со стороны Российской Федерации. Точнее, со стороны персонального Путина. Что там Российской Федерации? Вот персонального Путина. Уже потом все остальное они будут рассматривать по итогу, по последствиям. Так что большая игра может, я имею в виду большая внутриполитическая игра для России чуть начаться, уже вот-вот начаться. Потому что для транзита правящая группировка нуждается в гарантиях со стороны Китая, со стороны Соединенных Штатов и со стороны Турции. Насчет Германии, Франции, это им не очень интересно, честно говоря. Ну, то есть они могут проинформировать и даже проинформируют, но не более того. А вот эти три страны считаются самыми важными. Я задам такой важный вопрос, и это действительно, ну, скажем так, самая, наверное, ну, такая раздражающая история. Если там транзит власти и все к этому готовится и, возможно, начнется в начале октября, то, Валерий Дмитриевич, а зачем тогда вообще вот эта мобилизация, эти референдумы? Это, получается, по логике, вот простое, обывательское, может прийти кто-то другой и все ведь отменить? А вы понимаете, что это черта невозврата? Понимаете, что это будет очень трудно отменить? Откатить назад будет непросто. И никто из правящей группировки это уже сделать не сможет. Это нужен будет другой человек. Потому что здесь сразу возникает множество ловушек и правовых, и политических, и военных. То есть это будет совсем-совсем непросто. И я думаю, что Владимир Владимирович, он вот такие встроенные предохранители как раз и делает, да, для того, чтобы дело его жизни, дело его мечты не было похерено его преемниками. Это первый. Второй. Я думаю, он получает от этого еще такое иезуитское наслаждение. Ну вот, а теперь попробуйте. Вы придете, вы попробуйте, каково оно. На конец третьих, третье, наверное, кстати, самое важное, он рассчитывает все же, что даже формально отойдя от дел, фактически будет из-за кулис в каком-то качестве, то ли там главы госсовета, то ли я уже не знаю, какая у него будет должность, он будет еще руководить. Или влиять, ну, определять процесс принятия решений. Я хочу сказать, что он заблуждается на все еще. Это понятно, что если дело окажется в руках группировки Патрушева, то влиять на принятие решений Путин вряд ли сможет. Хотя у них с Патрушевым очень хорошее отношение, я сразу подчеркиваю, очень хорошее. Они не враги, и Патрушев никаких заговоров против Путина никогда не устраивал. Ему это в голову не пришло бы. Но до того момента, пока Путин формально там не откажется от власти, ну, или подвинется, да, а здесь уже ситуация меняется. Я хочу сказать, вы уже приносили присягу президенту, правда? Тоже, кстати, могут сказать, мы приносили присягу президенту Путину. А вот с главой госсовета Путина мы уже ничем не связаны. Вот мы лояльны были. Пока вы были президентом, мы были вам лояльны. Сейчас в России новый президент. Ну, это известная история, так сказать, средворство, да, лукавство и тому подобное. Ну, пока еще рано загадывать. Мы можем предполагать просто, зная этих людей. Это, как они говорят, люди очень способны, они способны на все. Да. И, знаете, верность и благодарность, это, как говорили в античном Риме, по-моему, это свойство собачье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok